Добрый день, уважаемые коллеги. За последние сутки оперативная ситуация в регионе изменилась. У нас зафиксированы первые три случая сражения коронавирусом. Как и в ряде других регионов, это жители, которые отдыхали в Италии. Анализы, направленные в Новосибирск, в центр «Вектор», дал сегодня подтверждение, и мы это фиксируем. Люди были своевременно по приезду из Италии взяты под контроль, изолированы. Сейчас они находятся в медицинском учреждении и под соблюдением всех необходимых требований. Приделана большая работа совместно с органами управления внутренних дел, и все контакты, с кем они контактировали, тоже установлены. Данная категория этих людей находится на изоляции. Коллеги, с учетом складывающейся оперативной обстановки, мной принято решение об усилении ограничительных мер в нашем регионе. До 12 апреля вводится запрет на проведение деловых, культурных, спортивных, развлекательных, досуговых и иных массовых мероприятий с числом участников более 30 человек. Ограничение касается всех учреждений и организаций, независимо от форм собственности. Также вводится запрет на допуск детей до 18 лет без сопровождения родителей в развлекательные и торговые центры на территории нашего региона. Полный перечень мероприятий содержится в указе, который будет сегодня опубликован. Контроль за исполнением осуществляет МВД по Тульской области, Комитет по региональной безопасности, Министерство здравоохранения, региональное управление Роспотребнадзора, а также иные органы власти в рамках своих полномочий. Такие ограничения – это вынужденная мера, это вопрос безопасности наших с вами жителей. На примере некоторых стран мы видим последствия промедления жестких мер, и мы видим, что происходит в других странах уже с неналичием коих мест. И мы фиксируем, и это есть в средствах массовых информаций, о летальных исходах сотни и сотни людей. Органы власти всех уровней должны с максимальной ответственностью отнестись к выполнению ограничительных мероприятий. Также призываю к этому представителей бизнеса. Чтобы смещить последствия сложившейся ситуации, на федеральном уровне принято решение об освобождении предпринимателей на три месяца от оплаты страховых взносов и отстрочки арендных платежей для тех, кто арендует государственные или муниципальные имущества. До 1 мая прекращены все проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Со своей стороны мы вводим отсрочку по займам нашим микрофинансовым организациям, а также запускаем дополнительные льготные финансовые меры поддержки. Особое внимание нужно уделить детям и людям старшего поколения. Важно, чтобы дети в этот период не были представлены сами себе. Нужно организовать не только дистанционное обучение, но и занятия дополнительного образования. Можно проводить трансляции мастер-классов по различным направлениям, онлайн-эскурсии по нашим музеям. Нужно искать новые формы вовлечения в досуг на дистанционном расстоянии. Важно позаботиться о пожилых людях, чтобы у них дома было все необходимое, и им не нужно было лишний раз выходить на улицу. Они должны быть окружены заботой, вниманием, и здесь должны включиться не только соцработники, но и наши волонтеры. Обращаюсь ко всем жителям нашей области. Только ограничениями мы эту проблему не снимем. Многое зависит от нас с вами, от нас самих. Соблюдение элементарных мер гигиены. Это мытье рук, это протирание, это проветривание помещений, сокращение числа контактов с другими людьми. Только совместными усилиями мы сможем преодолеть эту серьезную проблему. Также хочу предостеречь жителей от мошенников. На фоне последних событий активизировались недопорядочные граждане, которые используют сложившуюся ситуацию в своих корыстных целях. Важно не терять бдительность, а при этом сохранять спокойствие. Продолжение следует... Продолжение следует...